Остров Компеши называют местными карибами. И хоть Флорианополис, в котором мы живем, и сам может похвастаться неплохими пляжами, остров Компеши славится очень прозрачной водой. Приехали на пляж Компечи. Сейчас нам нужно найти лодки, которые отправляются на остров. Куда поедем? Поплывем. Песочек здесь потрясающий. Вот есть какой-то товарищ, который записывает данные и собирает дань, а потом выдает вам все необходимое, и вы идете на лодку, и с лодки уже стартуете на остров. Вот так это происходит. Я готов. Ну как, Лев, твои впечатления? Пока еще не могу сказать точно, но посмотри, какая вода прозрачная. А температура? Слушай, у нас на Урале сказали бы, это прям парное молоко, но в ней купаться не хочется. Абригада! Чтобы защитить природу, мы пускаем на остров не больше 800 человек в день. Вот мы сюда приехали на пляж, а вот здесь беленьким обозначены тропы пешеходные по острову. Но нельзя идти самим, нужно обязательно нанимать местного гида, сопровождающего. Ветви деревьев изогнулись из-за постоянного соленого ветра с океана. Весь этот лес высажен людьми, так как первичные деревья были вырублены, чтобы топить китовый жир. Киты – один из главных былых промыслов здесь. А высматривали китов отсюда. Лев, ты понимаешь, что перед тобой много тысяч километров впереди Африка? Ну вот если бы ты этого не сказал, я бы этого не понимал. Так вот я сейчас понимаю, думаю, интересно. Да, очень, да, удобно. Да, и прибылаешь в Намибию, если что? Да, 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 да. Остров охраняют не только из-за природы, но и из-за петроглифов на гранитных камнях. Ученые считают, что им несколько тысяч лет, а больше ничего не известно. Все они направлены на восток, поэтому, возможно, имели религиозное значение. А вот от кого ученые хотели бы избавиться, так это от носух. Они не местные жители. Много лет назад их завезли с материка, и теперь они угрожают местной фауне, поедают яйца птиц. Носух отлавливают и стерилизуют в надежде, что они вымрут до того, как уничтожат местных животных. Носухи очень любопытные и голодные, так что если у вас в сумках есть еда, этот длинный нос ее найдет. Вот мы уже нашли одну носуху. Посмотрите, она тут что-то активно пытается найти в пске. Нам сказали, ее нельзя кормить и нельзя к ней подходить, потому что она может укусить. Расположились в тенечке под деревом, и лев сказал, что он только сейчас понял, как он сильно устал. И сказал не беспокоить его сегодня. Эта миссия невыполнима. Я же долго лежать на пляже или плескаться в море не могу, становится скучно. Поэтому решила поплавать с маской. У берега одно песчаное, ничего интересного там нет. А вот если отплыть к скалам, возможно. Что можно сказать про местный снорклинг? Если вы были в Таиланде или тем более в Египте, он вас не впечатлит. Рыб тут в разы меньше, потому что рифов нет. Но вода прозрачная, и хорошо видны морские ежи на дне, раковины устриц и морские звезды. Ну вот и закончилась наша поездка на остров Кампеча. Нам сегодняшняя поездка зашла. На разок пойдет. Я в следующий раз просто поеду в пляж, который уже здесь посещал. На нем так же классно отдохну. Мы сюда вряд ли вернемся. Именно на остров? На этот остров имеется в виду. Потому что Хлорианополис обладает огромным количеством пляжей, на которые не нужно арендовать лодку, чтобы добраться до этого пляжа. Песочек у них тоже в порядке. Людей бывает вообще минимум. Так что мы дальше будем изучать Хлорианополис, его окрестности. Мы продолжим изучать Хлорианополис и Бразилию. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. С вами были Лев и Света Арамилевая. Увидимся в следующем видео. Хлорианополис